Эдуард Овечкин Акулы из стали Туман Хлорка и права человеков Тот вспомнил одну историю о правах человека в военно-морском флоте. Не, ну помню-то их немало, но одну расскажу сейчас. Один читатель очень активно возмущался, что на флоте есть вестовые, которые кормят офицеров, мол, не такие уж они и барины, могли бы сами себе суп в тарелке наливать, а не бедных матросов заставлять себе прислуживать, ущемляя их права человека и унижая личное достоинство. Ну хуй вы знает, что сказать на это. Про то, что офицерский корпус несколько привилегирован по отношению к остальным слоям военно-морского флота, я даже не стал говорить. Чтобы не вызывать всплески повторных возмущений. Права человека это вообще несколько размытое понятие во время выполнения боевых задач. Сейчас попробую объяснить. Боевой корабль в море это не набор отдельно котлет и мух. Это симбиоз людей и механизмов, заточенных только для одной единственной цели – выполнить свою задачу с наибольшей эффективностью. Конечно, было бы неплохо при этом сохранить корабль и людей, но это вторично. И давайте будем откровенны на это всем насрать. Нанес удар по врагу – красава, точка. А сохранил корабль, уведя его от ответного удара, ну, тоже неплохо. Именно в такой очередности. Поэтому нельзя сказать с четкой разграничительной линией – вот это механизм, а вот это живой организм. Понятно, что вроде как живой организм ест, какает и бегает курить. Но и механизм тоже ест и какает. Понятно, что механизм в боевом своем состоянии безотказно работает и выполняет одну уникальную для себя задачу, не обращая внимания на то, насколько сильно его этим унижают. Но и живой организм тоже. Будет живой организм в нормальных условиях при температуре под 70 градусов, влажности за 90%, в грохоте турбины, свисте генератора и шипении паровых клапанов, стоять в трусах и крутить маневровые устройства несколько часов к ряду. А турбинист будет. Будет живой организм в нормальных условиях оттирать говно со стен и подволока гальюна, потому что другой живой организм проебал проверить давление. Или выгребать опять же говно и органику из фильтров помп. А трюмный будет. Да что там турбинист с трюмным? Даже минер во время выполнения боевой задачи будет въебывать, как ломовая лошадь. Вы что думаете, что там кнопочками все делается? Хуй вы угадали. Цепи, крюки, блоки, гидравлика, прищемленные пальцы, отдавленные конечности и сломанные ребра. Любой БДСМщик заикаться начнет от зависти, когда увидит торпедный отсек в действии. И вот самый ущемленный во всей этой вакханалии вестовы в кают компании? Ну не знаю, не знаю. И кстати, не только офицерам прислуживают вестовые на лодке, а точно так же и мичманам и другим матросам. А все почему? А все потому, что прием пищи это досадная необходимость, которая только мешает выполнению боевой задачи. Но не могут 40 офицеров пообедать за 15 минут, если сами себе будут они разливать суп по тарелкам и накладывать потом еще и второе туда. Не могут, понимаете? А, ну и посуду за ними потом, тоже мыть же еще приходится. Куда только смотрит Комитет по правам человека при ООН. Куда угодно, но только не в военно-морской флот, вот что я вам скажу. Мне, конечно, жаль матроса, который брезгует такой унизительной работой, как ухаживать за боевыми товарищами. Но жаль где-то на самом дне моей соленой души, потому как я не брезгую. Для того, чтобы приглушить у меня эту природную брезгливость и вот этот вот бесполезный аппендикс на моей гордости, меня с первого дня в военно-морском училище начали приучать ухаживать за моими товарищами, как и их за мной. Я хранял их сон, стоя на тумбочке со штык-ножом или с автоматом в карауле. Чистил для них картошку и разгружал мясо, накрывал им на столы и потом убирал за ними срач со столов и мыл за ними посуду, стены и пол. Несмотря на тонкость своей душевной организации, зажмурив волоокие глаза, я своими изящными пальцами мыл за ними и унитазы, типа очко или дучка по-флотски, в которые они срали, и писсуары, в которые они ссали, и раковины, в которые они поливали зубной пастой, сморкались и складывали туда свою щетину. И бумажки, которыми они вытирали свои жопы, я тоже за ними выносил. И да, резиновые перчатки тогда еще не изобрели, чтобы вы понимали. А еще у нас был старшина роты в звании целого старшего мичмана, который полагал, что если в гальюне нет бодрящего запаха хлорки, то приборка там не проводилась. Ну и стоим мы как-то на тумбочке, то есть дневальными по роте, с моим дружком Лешей. А Леша только завел себе новую, любимую на всю жизнь женщину, и как раз собирался ей первый раз вдуть, потому как цветы ей уже подарил, в кино сводил и подержал ее за руку, гуляя по графской пристани. Поэтому Лешу очень нужно было убыть в увольнение до утра, сменившись с вахты. — Приборку в гальюне зажуршишь, чтобы я охуел от ее невъебенности, тогда отпущу! — резюмировал старшина, выслушав Лешу на стенание. — Есть! — радостно ответил Леша и, наплевав на пару часов дневного сна, вооружился тряпками, ведрами, швабрами, фотографией любимой и ринулся в бой. Он вымыл все. Стены, зеркала, плафоны на светильниках, краны на умывальниках, сами умывальники, писсуары, трубы к ним, дучки и дверцы на кабинках. Даже саму дверь в гальюн отдраил с мылом. Часа два шуршал, но за хлоркой в санчасть уже пойти у него сил не осталось. — Ну как? — попросил он меня оценить приборку. — Ну охуеть теперь, даже поссать тут стесняюсь. Как в Эрмитаже, блядь, только чище. — Спасибо, друг. — И Леша побежал докладывать старшине. Старшина походил, посмотрел, понюхал и выдал. — Неудовлетворительно. Дезинфекция не проведена на должном уровне, хоть и они увольнительные. — Опять дрочить придется. — Ты старшин Мичман! — возмутился Алексей, а его частенько штырило, да. — Я требую проведения служебного расследования с целью установления истины и восстановления моих человеческих прав. — Да пошел ты нахуй! — ответил старший Мичман и убыл из расположения части. Но Леша не успокоился. — Он не сдавался никогда, когда пахло самкой. — Никогда, чтобы вы понимали. Он побежал в санчасть и получил там хлорку. Хлорку нам выдавали в виде концентрата, который нужно было разводить, исходя из пропорции одна капля на табун. Но Леша решил, что это лишнее, и чем сильнее будет пахнуть, тем более вероятен тот факт, что грудь любимой наконец-то окажется в его жадных руках. Он шухнул по стакану в каждую кабину, каждый писсуар и каждый умывальник. Остатки просто разлил по палубе. А потом закрыл дверь в гальюн и убыл накрывать на столы. Я стоял на тумбочке, когда через полчаса в роту вернулся старшина. — Товарищ старший мичман, — доложил я, желая помочь товарищу убыть наслучку, — курсант Карлихин продезинфицировал гальюн. — Заебись, — ответил старшина, — пойду пасу заодно. И, напевая песню «Заебись, пахнет писье, если писье заебись», вошел в гальюн. С тех пор, когда говорят «как пуля», я вспоминаю, как из того гальюна выскочил наш старшина, захлопнул дверь и, привалившись к ней спиной, как в фильме ужасов, тяжело дышал и вытирал слезы. — Иди-ка сюда-ка, — позвал он меня. — Попробуй-ка, зайди-ка, — ласково попросил он меня. Не уловив подвоха, я приоткрыл дверь. Пары хлора немедленно набросились на меня. Они въелись мне в глаза, нос, уши, рот и, по-моему, моментально проникли даже в уретру. Через полвдоха мы уже вдвоем вытирали слезы и сопли, привалившись к дверям спинами. И тут в роту вернулся Леша. — Алексей! — ласково позвал его старшина. — А не желаете ли поссать? — Так точно, товарищ старший Мичман, желаю. И Леша вошел внутрь, а мы захлопнули за ним дверь и начали слушать. Мы слышали, как Леша ссал, напивая в краю магнолий, и как потом мыл руки. Осторожно заглянув внутрь, прищурившись из этой вдыхания, мы увидели, как Леша ковыряется в зубах, любуясь собой в зеркале. — Окна там открой, блядь! — рявкнул на него старшина. — А что такого-то? — сделал удивленные глаза Леша. — Свежо же и так довольно. — Что должен сделать военнослужащий, получив приказание? — Есть! — ответил Леша и ринулся к окнам. — Бля, Эдик, я чуть не сдох же! — рассказывал мне потом Леша. — Ну ты о физических параметрах не простив, представить в виде слепого собирать ничтожно малые доли вероятности. Сверхъестественная манья и гвозди. Во-первых, это интеллект общепринятых представлений о том, как обстоят дела на самом деле. Себе критически относиться ко всей... — Да, и они передвигались, сужая пространство, и в трюмах расхаживали привидения матросов в окровавленных одеждах, чаще всего в белых робах времен той же войны, со струбьями на лицах. По словам очевидцев, естественно. И сколько мы не расспрашивали этих очевидцев, так и не удалось установить, от чего привидения появлялись, чего хотели и куда исчезали, если никто с ними не боролся, а только обсирался от страха при одном их виде. Рассказы свидетелей ширились, росли, наматывая на себя новые подробности и прирастая мелкими деталями, но так и не проливая хоть сколько-нибудь света на свою природу. И, видимо, не выдерыв такой несправедливости... Не, ну а чем училище в бухте Голландия завела свое... ...во источником стал лейтенант, выглядит логичным, отнюдь не исключает возможных из себя исключений. И вдруг это оно самое и есть. Выслушав нас внимательно, заместитель командира взвода, пятикурсник, сказал, что с такими тараканами в голове нам проще перевестись на химфак. Ну ладно, так как учимся мы хорошо, замечаний по службе имеем в пределах нормы и просьба наша не коррелирует с развратом, пьянством и нарушениями воинских уставов, он так и быть согласен расписывать нас со славой в парно-пожарный дозор до начала зимы. С тем условием, что причина этого останется между нами до конца наших дней, или хотя бы разглашать ее мы не будем минимум пять лет. Эх, как я завидую вам, современные пытливые умы! Имея под рукой интернет и каплю усидчивости, как быстро можно научиться всем этим хитростям и мерам безопасности? Даже в этом, казалось бы, туманном вопросе экспертов как блох на собаке. Не то что получить исчерпывающую информацию, но и приобрести все необходимое, например, крылья летучей мыши, хвост носорога, пепел феникса и кровь девственницы. Можно, прямо не выходя из дома, и за довольно разумные деньги. Мы же со славой, проштудировав классику и написав краткий конспект с алгоритмами действий в различных ситуациях, отправились на цыганский двор с отдельными советами и практическими приспособлениями. К тому времени мы уже знали, что гипнозам не подвержены, и опасений этот поход у нас не вызывал, да и денег, как и материальных ценностей, у нас отродясь не водилось. Старый цыганский двор располагался на северной стороне в частном секторе, был широк, неухожен и кишел цыганами. В различные времена в нем проживало или временно располагалось от 10 до 50 человек, большинство из которых промышляли на пристаних и рынках города Севастополь. — Кто тут у вас главный по колдовству? Не найдя другого повода, напрямую спросили мы у цыганенка лет пятнадцати, который шил сапоги, сидя на вытертом кресле. — Пошли, — сказал цыганенок, не проявляя лишнего любопытства, и сразу повел нас вглубь, странно дышащего жизнью, но неприглядно запущенного дома. — Чарген! — крикнул он на пороге одной из дальних комнат. — Тебе пришли? — Здорово, морячки! Весело подмигнула нам сгорбленная старушка с черными, обильно тронутыми сединой волосами, одетая во вполне цивильные брюки и свитер. — За приворотным зельем! — А откуда вы узнали, что мы морячки? — немного затупил Славик. — Так вы же в форме и без козырках, что же я совсем из ума выжила? — А, точно! — обрадовался Слава отсутствию колдовства на этом этапе. — Не, не приворотное, мы же и так красавцы. — Надо какое-то средство для привлечения привидений и вступления с ними в контакт. — Привидения отпугивать? — пробормотала старушка. — Да есть что-то, сейчас поищу. — Да нет, — говорю я, — не отпугивать, а наоборот, приманивать надо привидения. — Приманивать? — она как будто не удивилась вовсе. — А для чего вам такое в голову пришло? Вкратце пересказав ей историю и добавив, что кроме как военными моряками нам бы хотелось стать еще и охотниками на привидении по совместительству, или, может быть, потом на пенсии. — Слышала я про это привидение, — подтвердила бабка рассказа Дустов, отчего они стали еще более подозрительными. — Сама-то я его не видела, хотя с другим туда встречалась. — Не, ну вы-то понятно, что встречались, это конечно. Вот как бы и нам встретиться, не прибегая к сильнодействующим наркотикам и в здравом уме? Есть какой-то надежный способ, желательно проверенный на практике? — Есть один, да. Но для этого мне надо обряд над вами провести специальный, для привлечения нечистой силы. Вещь опасная, конечно, но может помочь. Потом, когда дело закончите, ко мне вернетесь, я обратно вас расколдую. Так как мы со Славиком были атеистами, и обряд не был связан с болевыми ощущениями, питьем крови и поеданием несъедобных или плохо перевариваемых веществ, то мы с готовностью согласились, предупредив цыганку, что денег у нас нет, и мы надеемся на ее сознательность в деле проведения научных экспериментов. Потому и настаиваем на бесплатном магическом обслуживании. Цыганка пожевала губами и махнула рукой, что ладно. Потом, мол, сдерет с нас двойную цену, когда мы расколдовываться придем. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...